Привет, чувак, как твои дела? Лечевиха. Сегодня я хочу дать тебе совет. Если ты хочешь пойти устроиться работать топ-менеджером в компании Welltel, то тебе нужно будет там пройти собеседование с самым главным, с директором, кто там менеджер есть, Юля, по-моему, такая, она считает, что она там какой-то этот самый психолог. Я бы не сказал, что она психолог, но, короче, неважно. Им там в основном нужны винтики, шпунтики, да. Поэтому люди, которые, по ихнему мнению, которые могут их подсидеть, они их избегают и боятся, и проверяют на стресс. Ну, короче, все делаю так, чтобы ты туда не пошел, не пошел. И вот так, так со мной получилось, вот. Вот, ну, там главный тест, это на стрессоустойчивость. Значит, вот, Юля мне нарисовала пять вот этих вот фигурек. Вот, видишь? Так, пять вот этих фигурек, видишь? Вот, пять фигурек вот этих вот. То есть, это вот клиенты. То есть, то есть, круглый, ну, то есть, нужно было выбрать, ставить приоритеты, кому легче всего подойти. Ну, то есть, вот это круглый к нему, это квадратный, треугольник, дзигзаг и звезда. Вот. И, короче, я уже не помню, кого я там выбирал, но она сказала, о, молодец, это самое все такое. Не, ну, я могу сказать по своему опыту, по своему опыту, что сначала я общаюсь с адекватными людьми, естественно, которым можно конструктивно пообщаться и договориться, и продать ему товар, да, или предложить более лучшие товары. А потом уже, ну, приоритеты сначала адекватные, менее адекватные, ну, и напоследок, там, самый неадекватный, которого хрен шоу продашь ему. Об этом я сниму ролик потом еще, из своего опыта жизненного. Вот, ну, так вот, эту же компанию. Да, вот этот тест первый, вот, когда ты его проходишь, то тогда она говорит, что сейчас я, вот сейчас будете собеседование проходить с директором. в нашей компании, там, молодой парень, не помню, как его зовут, плачет, как-то там. Я им воду пытался продать, ну, он там мне там лапши навешал на уши, сказал мне, что по 30 гривен ему возят эту, какую-то, я не помню, вода какая, которая сейчас стоит 60 гривен. Что ты мне рассказываешь, что ты там брешешь, что ты там брехов. 30 гривен. Да нет, блин, за 30 гривен, даже если ты остынник, жаба давится, как они будут рассчитываться с персоналом. Да эту лапшу вешай к вам другому. Короче, тест был на стрессоустойчивость. Ну, это везде так делали. Продайте мне карандаш. Я такой думаю, блин, карандаш. А я, честно говоря, растерялся. Да. А потом пришел домой, подумал, тю, блин. Что я гоню? Надо было сказать. Вот, новые технологии. Вот. Так как вы руководитель, предлагаю вам лучший вариант. Заменяющий карандаш, ручку. Вот, смотрите, телефон тут есть. И диктофон есть. И видеокамера есть. И фотокамера. То есть вы можете все фиксировать, записывать. Задачи записывать. Всякие эти самые... Ручка, конечно, да, подпись там нужна. А карандаш зачем? Вот. Отличный предмет, который заменяет карандаш. Карандаш это прошлый век. Карандаш, что это для лохов. Что-то там вот это... Вот. Вот как надо было поступить. Рекомендую покупать... Купить у меня лучший продукт. Вот телефон. Мавильный телефон, смартфон, в котором и камера хорошая, и... И камера хорошая, и диктофон есть, и заметки можно делать. Сейчас все электроника заменила карандаш. Нафиг вам тут карандаш. Поэтому он меня это смутил, потому что я карандашом не пользуюсь, нахер мне нужен. Мне очень пользуюсь. Уже много лет. Наверное, вот называется. Это мне, кстати, Зимбитский подсказал. Иван. Такую идею. Так что... Поняли как? То есть, если вы туда идете работать, то вам нужно пройти два рубежа. Первый этаж. Юля, менеджер по персоналу, с вот этими дурацкими фигурами. Вот. Если вы этот рубеж проходите, тогда вам нужно продать карандаш директору. Вот. Чтобы работать топ-менеджером. Вот. Ну, а для меня это как бы... Я туда и не собирался, в принципе, работать. Для меня главное воду. Воду предлагать людям. Вот. А это как хобби. Иногда я ходил на собеседование, чтобы узнать, что и как. Вот. Как-то ходил на фабрику здоровья. Оказалось, у них своя вода. Аква. Своя скважина, можно сказать. Куличи. И так, понятно, пошел там. Принужил воду. Они говорят, у нас своя скважина. И вот эти вот всякие. У них своя скважина. Вот. Это что по воде касается. Так что, пользуемся, да? Все. Всем пока-пока.